Вот вопрос задали, если пропустить два Рамадана по причине беременности и кормления, можно ли выплатить их деньгами или нужно передерживать эту рода? Сколько рублей за один день, куда отдать эти деньги? Если в детстве родители сделали за тебя тыку, то нужно ли самому за себя сделать? Нужно раздать мясо. Смотрите, касательно, если человек пропустил уроза, то есть, скажем, беременная женщина или, например, кормящая женщина, она, если боится, например, своего ребенка, она не постится, во-первых, во время Рамадана она не постится. И юстахаббуля, то есть для нее очень желательно, если есть возможность, за каждый день поста, во время еще, когда она постится, во время Рамадана, когда она не постится, приносить горсть фиников и передавать это для тех, кто делает ифтар. Это для нее как бы желательно. Если нет возможности, ля юкаллифу ллаху нафсан, илля вусаа. Аллах не требует у человека то, что не в его силах. Теперь здесь есть хиляф среди ученых. То есть самое достойное время, если она до следующего года не смогла восстановить, то следующий Рамадан зашел, то она все, не постится. Она не восстанавливает этот пост. То же самое, если она была кормящей или она была беременна. Но если еще в следующий Рамадан не зашел, то она постится, восстанавливает эти дни. Что касательно акику. Если за акика вообще когда режется посудня? Или седьмой день, или четырнадцатый, или двадцать первый. Если в седьмой, четырнадцатый, двадцать первый не успели, то это уже не считается акика. Или седьмой, или четырнадцатый, или двадцать первый. Если не успеет, скажем, до тридцатого, на цирковой, это уже не акика. Да, обычно у нас как, например, ада-то как принял, там, через полгодика, там, это. Но именно зарезать мы должны вот эти вот вещи, которые мы должны делать. Постричь, побрить волосы, зарезать барашку, если мальчик, то два желательно, с девочкой, то один. Вот эти вот вещи мы должны, обрезание сюда не относится для мальчиков, там, в любое время можно делать. Вот эти вот вещи, это мы должны, именно для седьмой, начием двадцать первый. Если не сделано, то не нужно это сейчас там уже делать, через какое-то время, то, что родители не сделали, не нужно этого делать. А что можно сделать? Просто можно курбан зарезать в любое время и раздать. То есть, ну, касательно акика, уже все, акика прошла. Он же не ребенок, я так понял, он уже взрослый человек. От своего имени ты, курбан, это что, это приближение к Аллаху, это ибада, это поклонение, ты в любой день можешь зарезать. Но не с ней там, как за акику, а просто как курбан, и раздать его, как садака. Может месяц курбан, может другой месяц. Ну, как бы, не, надо это другое. Назер, это все не относится. Назер, это как ты, когда, например, Аллах, Субхану Ва Таалан, тебе дал какой-то, например, шифа, еще исцеление, и ты как щукра Аллаху делаешь, то есть, назер, и раздаешь это, как слово. Это другое, это не относится к этому. Но любой курбан может зарезать. То есть, любой курбан, это как, не привязывая к акике, не говори, что это за акику. Просто, в любое время, я к чему-то говорю, в любое время мы курбан можем зарезать. В месяц, дзульхиджа, или в другой месяц. Это будет как садака, это как будет благотдел персишн. Но акика все уже, она прошла, этого делать не нужно, как за акику не нужно. Субтитры сделал DimaTorzok